После того, как вы перейдете в окно, вы увидите вот такое окно регистрации. Здесь, ну вот первое, что если у вас уже есть аккаунт, вы можете просто залонгиться, то есть зайти с вашим логином и паролем, но если вы новичок, первый раз заходите, выводите сюда вашу электронную почту, e-mail, и придумываете юзернейм ваш, то есть ваш какой-то ник, он может вам предложить какой-то юзернейм, потом обычно здесь сам проект генерирует пароль, очень такой сложный, вы можете просто его сохранить, подтвердить, и реферальный код. Реферальный код я тоже укажу в описании, но если вы перейдете по моей ссылочке, он автоматически в этом окне будет. Потом вы нажимаете I agree, то есть я согласен с условиями, вот эти две галочки ставите, ставите я не робот, и нажимаете регистр. И у вас происходит регистрация. Теперь я войду под своей учетной записью, и мы будем смотреть конкретно уже сам интерфейс данного проекта. Итак, друзья, мы с вами находимся в дашборд так называемом GRAS. У меня темная тема, можно ее сделать светлой, кому как нравится. Мне нравится темная. Итак, GRAS. Что нужно сразу изначально сделать? Вы идете сразу в самую нижнюю вкладочку, это Store, то есть магазин. И здесь у нас существует несколько вариантов, как начать нам фармить данный GRAS. Если вы будете фармить с компьютера, просто категорично вам необходимо скачать вот этот вот GRAS Desktop Node. Это так называемая нода, которая будет установлена у вас на компьютере, то есть приложение, скажем так. Приложение, через которое автоматически будет GRAS получать доступ в интернет. Оно будет запускаться вместе с запуском вашей операционной системы и будет майнить, видите, здесь написано фармить, да, 2x, то есть поинтов в два раза больше, чем если просто, например, установить, не устанавливать эту ноду. Нажимаем кнопочку Download, загрузка и здесь нам предлагает загрузить GRAS Desktop Node. Несколько вариантов. Для Mac OS Intel, для Mac OS Silicon, для операционной системы Linux и для операционной системы Windows. Сейчас я покажу, как выглядит, когда вы установите, как будет выглядеть окно этого приложения. Итак, после того, как вы установите, проведете инсталляцию, у вас появится вот такое окно, в котором вы ведете свой пароль, вернее, логин и пароль, которые вы ввели и запомнили при регистрации. После этого у вас появится вот такое окно, которое сразу уже начинает майнить. Тут, смотрите, у меня написано GRAS is connected, значит, и качество сети Network Quality 75%. У меня всегда 75%, не знаю, бывает ли вообще другое. Если у вас вот здесь зелененькое и написано GRAS is connected, то есть подключен, значит, у вас уже фарминг идет. Вот, сейчас у нас, видите, написано первая эпоха, stage 2. Можно отключить, нажать кнопочку, и он спросит подтвердить разъединение. Я подтверждать не буду, но тем не менее. Если у вас вот здесь вот, например, красненькая такая розовая и не полностью зеленая, значит, у вас есть какие-то проблемы с интернет-соединением. В принципе, все. Здесь есть какие-то настроечки, но они по большому счету особо не нужны. И тут вот у меня стоит только включить автостарт, это вместе с операционной системой, и включить автообновление. Все, в принципе, больше ничего у меня здесь нет. Отсюда же, с этого окна, вот с этого окна, с этого приложения, вы можете переходить в дашборд, вот который весь на большой экран. Вот тут внизу написано Desktop Dashboard. Тут же вы можете делать, скопировать вашу реферальную ссылочку и приглашать тоже друзей в этот проект. Ну и также вот ответы на самые популярные вопросы. Все, здесь кнопочка есть обновить, он как бы обновляет поинты. Ну и сейчас мы про вот это значение поинтов мы с вами еще чуть-чуть подробно поговорим. Вы, если закрываете, все сворачивается в трейн, да, и продолжает, продолжает вам добывать ваши поинты во время того, как вы абсолютно чем угодно занимаетесь на компьютере. Но всегда запомните, вам нужен всегда онлайн доступ в интернет. Как только доступа в интернет нету, все, ваши поинты перестают добываться. Я думаю, с этим понятно. Если вы часто пользуетесь и там сидите за компьютером, занимаетесь какой-либо другой деятельностью, ну, как говорится, сам Бог велел просто вам установить ГРАС, зарегистрироваться и пусть он себе майнит. Ресурсов потребляет аппаратных, то есть вашего железа минимальное количество. Я, например, за своим компьютером вообще не чувствую, когда у меня включен ГРАС. И то же самое у меня было на ноутбуке, абсолютно не чувствуется. И интернет он потребляет немного. Честно говоря, в первом стейдж 1 я примерно замерял, по-моему, за месяц порядка 2 гигабайт. Это, по-моему, что-то сейчас не могу сказать. Сейчас я вот конкретно замеры не делал. У меня все работает как бы с безлимитного Wi-Fi. Но, тем не менее, в первом стейдже, стейдж 1, было совсем небольшое потребление. Поэтому даже можно было с мобильного интернета. Если у вас там... Ну, я делал замеры, у меня хватало 2-3 гигабайта трафика, и я никогда не выходил за рамки. Итак, теперь давайте по самому. Теперь я думаю, что понятно. Вы установили, и у вас все заработало. Поинты фармятся. Переходим во вкладочку Dashboard. Здесь вот, смотрите, у меня показывает... Давайте с самого верха начнем. Вот он наш Dashboard. То есть, ну, доска данных, так сказать. У меня здесь написано количество рефералов, и тут же ваша есть реферальная ссылочка, которую вы можете создать и поделиться с вашими друзьями, пригласить их тоже в проект. У меня есть на данный момент 11 подтвержденных рефералов и 60 рефералов, которые находятся в ожидании. Здесь написано, что подтвержденными рефералами рефералы станут только тогда, когда они онлайн пробудят более 100 часов. В первом Stage 1, в первом сезоне, это требование было меньше. Здесь было, по-моему, всего лишь 24 часа или 48. Точно не помню. Ну, точно не 100. Но в первом сезоне я особо не делал упор на Grass, и у меня было всего три подтвержденных реферала. Ну, что было, то было, как говорится, да. Сейчас я стал более активно всем рассказывать про Grass, и народ пошел, ну, и правильно сделал, если честно. Итак, дальше смотрим. Тут написано ваша доходность. У меня написано, что за первую эпоху... А первая эпоха у нас... Давайте посмотрим, где у нас написано. Вот здесь вот написано. Эпоха 1, current, текущая, с 14 октября по 14 ноября. Итак, за первую эпоху у меня нафармлено на данный момент 168 тысяч поинтов. Сколько сегодня нафармлено? Внизу далее смотрю. Кстати, вот здесь вот дальше написано, что у меня соединение connected. То есть у меня все подключено. И написано device type. И вот она моя Grass Desktop Node. И написано, что фармпоинтов идет с множителем x2. Если бы я не устанавливал Grass Desktop Node, или у меня бы сейчас не было устройства онлайн, на котором установлено Grass Desktop Node, я, например, запустил бы только на телефоне. А на телефоне, как вы понимаете, я не могу установить Grass Desktop Node. На телефоне я могу только установить расширение для браузера. И там бы у меня вот здесь было бы единичка сейчас. Но, тем не менее, у меня фармит сейчас устройство, которое... Даже вот сейчас, когда я записываю, у меня с компьютера фармятся эти поинты. Дальше смотрим. Идет распределение по дням. 15-16 октября и так далее, и так далее. До 1 ноября я, честно говоря, то у меня что-то включалось, то не включалось. Я, честно говоря, подзабил на этот вопрос. И не сразу понял, что у нас продолжился фарминг. И у нас запустилась Stage 2. Они как-то... Ну, как-то так вот не объявили. Или я не заметил. Поэтому, видите, то я заходил, то не заходил. У меня практически тут нету поинтов. А с 1 ноября, со 2 ноября я резко активизировался. Подключил обратно свои устройства. И начал, скажем так, своих подписчиков агитировать. Тоже присоединяться и фармить GRAS. И здесь мы видим, у меня со 2 ноября уже пошел прогресс. И практически каждый день увеличивается увеличивание количества поинтов, которые у меня фармятся ежедневно. Естественно, такое большое количество поинтов... Ну, на самом деле, это не очень большое количество поинтов. У кого просто колоссальное количество рефералов. Но для меня это большое, да. Тут отображается, сколько моих поинтов, сколько при помощи рефералов. И тут еще какие-то бонусы от рефералов. Ну, честно говоря, для меня до сих пор, хоть я участвовал 4, даже 5 месяцев в первом стейдже, да. Для меня до сих пор осталось большой загадкой, как насчитываются эти поинты. То есть, я просто смотрю за тем, чтобы мои устройства... А список моих устройств, которые подключены, вот они тут дальше внизу, да. Вот у меня сейчас 3 устройства. Написано IP-адреса из Беларуси. Что я смотрю, чтобы они были connected-connected. Все, network score 75%. И, значит, все фармится. Вот идут с них поинты. Все. Больше меня, в принципе, сильно не интересует. Я не заморачиваюсь, я не подсчитываю вот прям до циферок, сколько у меня вчера было, сколько у меня было позавчера. Тут такая есть особенность. Сразу предупрежу. То есть, здесь не считают поинты день в день. То есть, у вас сегодня может показать одно значение, завтра может показать другое значение, а потом все это пересчитает через два дня на третий, и задним числом у вас вот эти столбики изменятся и приобретут уже окончательный вид. У меня, например, сегодня восьмое, да? Сегодня у нас восьмое, да? У меня вчера на конец дня, на седьмое ноября, вот тут вот был ноль. То есть, у меня был ноль. И, вернее, даже на утро сегодня. Уже наступило восьмое число. У меня вот здесь вот был на седьмое практически ноль. Видите, к вечеру пересчитала и нарисовала 28 тысяч. Замечательно. То есть, это я хочу предупредить. Те вопросы, которые уже мне задавались неоднократно. То есть, почему я вот фармил, и у меня вот поинты показало одни значения, а завтра показало другие. Вот такая вот, так они сразу не считают. То есть, два-три дня на обработку информации у проекта, сколько поинтов вы нафармили, сколько у вас там было бонусов, сколько там реферальных, еще того-сяго, чтобы потом у вас уже окончательно посчитать ваши поинты. И вот буквально, наверное, дня три надо подождать, и только вот эти вот, которые уже за второе, третье, четвертое, пятое ноября, скорее всего, вот за шестое, оно уже стабилизировалось. Я думаю, что понятно. Внизу дальше здесь показывают ваши устройства, которые подключены. Давайте самое важное. На один IP-адрес можно подключать сколько угодно устройств. То есть, вы в домашней Wi-Fi-сети, например, можете подключить хоть 10 компьютеров. Но у всех компьютеров будет одинаковый IP-адрес. Это IP-адрес вашего роутера. Соответственно, поинты будут начисляться, как все равно, что вы фармите на одном устройстве. Я думаю, что я понятно, доходчиво объясняю. Чтобы у вас поинты шли по каждому устройству, вам нужно, чтобы у каждого устройства был свой отдельный IP-адрес. Например, вот это вот устройство, которое вы видите сейчас, оно сейчас у меня не дома находится. И какой-то, я точно не знаю, какой из этих IP-адресов, это тоже не мои домашние адреса. У меня сейчас дома один IP-адрес, и я с него фармлю. Так как у нас, например, провайдер предоставляет динамические IP-адреса, у меня не статические. То есть я переподключусь, роутер переподключится, и IP-адрес мой поменяется. Но, тем не менее, он останется один. Вы понимаете. То есть никакого смысла на одном IP-адресе фармить несколькими устройствами нет. У вас все равно будет считаться за один. Какой выход из этой ситуации? Ну, я, например, в первом стейдже, в первом сезоне делал так. Я отдельно брал симку на телефон. Телефон подключал через мобильный интернет. Там свой IP-адрес получается. И подключал ноутбук на Wi-Fi домашний. Второй IP-адрес. Вот, получается, два устройства как бы в одном месте, но имеют различные IP-адреса. А что делают фермеры, как выходят из этой ситуации? Ну, покупают прокси какие-то, либо еще как-то ухитряются. Есть какие-то там туннели. Я небольшой специалист. И разделяют так, чтобы их устройства для проекта показывали различные IP-адреса. То есть, вот это вот. Ваши устройства, ваши сети, даже можно, если так дословно сказать, они здесь показываются. То есть, вопрос такой, что можно ли несколько устройств фармить на один аккаунт? Конечно, можно, даже нужно. Они сами пишут. Подключите устройство и заработайте больше. Соответственно, чем больше вы подключите устройств на свой аккаунт, то есть, войдете под своим логином и паролем в различных сетях интернет, в различных местах с различными IP-адресами, тем это все будет вам суммироваться. Потому что вот мне, вот у меня три устройства, они работают все под моим аккаунтом, но в различных IP-адресах, в различных местах, в различных интернетах, скажем так, сетях. И поэтому они все суммируются. Но я думаю, я доходчиво объяснил. Реферальная программа. Здесь будут отображаться ваши рефералы. Друзья, если вы их пригласите по своей ссылке. Я уже про это сказал. Тут 11 у меня активных, 60 еще не подтвержденных. И также здесь есть такая интересная штука, как бонусы. А эти бонусы, они не только зависят от рефералов, но эти бонусы зависят от того количества поинтов, которые вы нафармите. У меня сейчас, я вот, наверное, уже не могу назад вернуться, да? Но, видите, у меня идет прогресс. Например, если вы набрали 300... Вот у меня был первый бонус. Даже это не первый, это какой-то из бонусов, который мне сейчас показывает, да? Я его забрал. Следующий бонус у меня был, мне надо было нафармить 375 тысяч поинтов, либо пригласить 136 друзей. И я забрал... Я нафармил поинты и забрал вот этих 19 тысяч поинтов как бонус. Это было все в стейдж 1. Но сейчас общая, скажем, статистика продолжается. И теперь мне нужно будет набрать 2 миллиона 767 поинтов. Скорее всего, это поинты. Они приплюсуются к тем поинтам, которые были в стейдж 1. Так что, ну, как-то прогресс как бы общий. И я вот доберусь. Либо мне нужно подтвержденных, я так понимаю, 154 реферала. Ну, конечно, я столько не наберу. Видите, у меня даже в ожидании 60, а подтвержденных 11. То есть, в идеале это 71. Ну, скорее всего, поинтами я доберу. И доберусь и заберу вот этот вот бонус. Ну, и вот так вот они и дальше идут бонусы. За 7 миллионов 100 тысяч поинтов будет бонусом идти. За 50 миллионов поинтов, ну, я не знаю, как это. Ну, фермеры набирают. Я видел полностью вот эту вот, полностью выбранную бонусную линию. Но что делать? Мы фармим не фермами. Мы фармим, как говорится, честно. Что, в принципе, проект и говорит делать. Якобы они отслеживают фермеров и будут блокировать в конце, перед дропом. Но, судя по первому стейджу, не совсем все так. Дальше идем. Что нужно вам еще сделать? Это как бы не супер срочно сделать, когда вы подключились, но начали фармить. Но это нужно будет сделать. Вам нужно будет подтвердить ваш e-mail адрес. Вот на этой вкладке Rewards. Также вам нужен будет адрес кошелька Solana, друзья. Это токен на Solana. Я устанавливал себе кошелек Phantom. Видите, вот смотрите, у меня есть разрешение, расширение в браузере. Вот он, мой Phantom. И сюда же я клеймил токены. Поэтому вам нужно будет верифицировать кошелек. Для верификации кошелька ничего платить не надо. То есть вы устанавливаете. Ну, я устанавливал Phantom. Входите в кошелек, нажимаете здесь верификация, вбиваете свой адрес, просто делаете апрув, подтверждение в кошельке, даже с нулем токенов, с нулем Solana на кошельке. И вам все подтверждает. Это обязательно нужно сделать, потому что именно на адрес вашего кошелька будет рассчитываться дроп потом. И вы сможете заклеймить токены только на адрес этого кошелька. Кто-то подключает OKExWallet, кто-то еще какие-то кошельки. Я подключал Phantom. Так, ну и дальше подтвердите ваш кошелек через e-mail. Ну, видите, у меня здесь все подтверждено. Все дополнительные вопросы можно задавать, как я уже показывал. Переходите в мой Telegram-канал, подключайтесь в отдельную ветку обсуждения GRAS. Я думаю, что вам пользователи, которые, например, подключали другие кошельки, все подскажут и расскажут. Видите, у меня написано, что wallet successfully connected. Вот написано, что все вознаграждения, добытые, будут соединены с вашим кошельком. Верификация закончена. Все у меня замечательно. Далее. Многие делают небольшую такую оплошность. Ну, не оплошность, а по незнанию. Идут и проверяют дальше вот в этом пункте, которые только начали фармить поинты в Stage 2, идут и начинают проверять подлинность или, как это сказать, правильность вашего кошелька. Нет, друзья. Это проверка только для Stage 1. Если у вас были токены, вы идете на веб-сайт и там проходите проверку начисления токенов. Но если вы начали только Stage 2, у вас там ничего не будет, и ваш адрес кошелька будет написано, что не eligibility. Но это не страшно, потому что на второй сезон будет своя проверка в конце на Stage 2. Ну и все. Здесь написано эпоха, текущая. Видите, написано Stage 2, capturing the web. Было Stage 1. Вот можно посмотреть, что я делал в Stage 1. Я начал с четвертой эпохи. И смотрите, вот мои поинты были. 112 тысяч, 114 тысяч, 215 тысяч, 233. Вот здесь появилась эта вот десктоп нот, которая стала x2 фармить. 215, 233 и 417 тысяч. Вот общее мое количество поинтов. Кому очень сильно интересно, можете посчитать, сколько я нафармил за первый сезон. Ну, еще раз напомню, я начал только с четвертой эпохи. Сейчас мы... А, ну вот я, честно говоря, не помню, сказал или не сказал. Наверное, сказал, что так как я, например, начал, да, я об этом уже упомянул, я начал не с первой эпохи. Поэтому за каждую из последующих эпох начисление токенов было чуть-чуть меньше. То есть кто начал с первой, тот получил токенов больше. Соответственно, сейчас у нас Stage 2, эпоха 1. Самое время заходить, не ждать. Давай я, может быть, это сделаю через неделю. Друзья, через неделю может быть уже чуть-чуть меньше, чем сейчас. Поэтому я призываю, если вам интересна эта тема, если вы хотите попробовать пофармить, вот прямо сейчас заходите. Тем более не вижу никакой проблемы зарегистрироваться, установить себе Grass Desktop Node на компьютер и фармить. Никаких проблем не вижу. А потом вы уже подумаете, надо вам это или не надо. В принципе, мы все вкладочки прошли. Больше особо, я здесь вот не знаю, в рамках этого видео, оно и так очень длинное получилось, рассказывать нечего. Единственное, что скажу, кто захочет попробовать это делать на телефоне, сейчас скажу, как это делается. Есть, вот смотрите, Download Grass Chrome Extension. То есть это расширение для браузера Chrome. Я начинал с него. Потом у нас появилась Grass Community Node, которая нам дала множитель 1.25. Это тоже нужно было чуть-чуть пошаманить тут с браузером. И стало 1.25. Ну, а потом выпустили Grass Desktop Node. И теперь я на нем. Смотрите, если вы хотите делать на телефоне, вы просто берете браузер и для браузера на телефоне, я, например, использовал, может быть, еще какие-то браузеры подходят. Есть такой Kiwi браузер называется. Я установил Kiwi браузер на Android телефон. И прямо вот так вот в гугле написал Download Grass Chrome Extension. То есть даже по-русски. Grass расширение. Скачать. Скачал, перешел в магазин Google. И скачал расширение Grass. Потом открыл Kiwi браузер, нашел расширение в Grass, вбил свой логин и пароль, запустил. И все. И в принципе на телефоне открылось у меня такое же, такое же вот похожее окно. Все. Телефон фармит. Но в телефоне есть одна особенность. Телефон через время засыпает. То есть выключает экран и отключает и доступ в интернет, и все. Поэтому дополнительно, если нету в телефоне такой настройки, что держать телефон всегда включенным, не засыпать, то скачивается программа, примерно они все называются одинаковые, там держать экран включенным или держать телефон включенным. И параллельно Grass, вот этому Kiwi браузеру запускается, чтобы ваш экран не газ и телефон не переходил в режим сон. Ну и ставится минимальная яркость экрана. Все. И вы фармите на телефоне. Ну, например, либо в домашней сети. Если вы, например, не хотите держать включенным компьютер, да, жалко электричество, которое потребляет. Естественно, что телефон потребляет гораздо меньше. Но запомните, что у вас на телефоне будет просто как Chrome Extension, и у вас будет 1x. На компьютере, если вы установите Desktop Note, у вас будет 2x.